доброго времени суток дамы и господа меня зовут хальди и сегодня мы продолжаем играть the score of mine прошлой серии у нас наконец-то закончилась зима я окончательно разочаровалась во всяких торговцах потому что курсы у них ну просто очень плохие сегодня сегодня мы попробуем выживать дальше пока что я еще не придумала чем можно заняться так роман опечален голоден но вроде бы никто не в депрессии похоже что роман уже все скурил что было это печально так павла все слишком сложно звучит как стакут статус в контакте у нас есть вода вода у нас есть но у нас нет топлива но топлива это поправимо тут нужно два топлива и воды у нас пока тоже нет ладно тогда тогда ты идешь делать фильтры для воды остальные пока поспят так два фильтра найти свежие овощи в погорине становится все сложнее большинство транспортных грузовиков попадают в руки военных или повстанцев так это нам тогда получается вовремя подарили овощи если вы помните к нам недавно пришли дружелюбные соседи и неожиданно взяли и просто ни за что дали овощей это было очень приятно так стоп ты куда пошел а он сам решил что ему в кровати надо полежать но как скажи про на ты у нас болен да блин неплохо бы таблетки найти так павла иди сюда сейчас будешь вставлять фильтр мясо у нас пока не ловится по идее можно было бы торговать овощами но у нас овощей впритык только для нас так чем бы тебя занять голоден и опечален посиди в кресле хотя знаешь пусть павла посидит в кресле а ты поработай потому что павла судя по всему хуже чем тебе павла у нас легко ранен но легко ранен это не страшно так сделай в принципе теперь нам осталось только подождать пока будет вода надо будет разбудить бруно он приготовит и кто-нибудь поест пока вроде все вода у нас накапала придется немного разбудить бруно хотя он и болен бруно бы неплохо найти фитотерапию а еще я послала марку крутить самокрутки возможно это кого-нибудь взбодрит так у нас нет топлива да вечно у нас чего-нибудь нету делаем из досок кстати а так курильщик я просто удивилась мне почему-то казалось что раньше вот прямо на маленькой иконке было написано какие у них интересы так марка и павла да они оба ведут здоровый образ жизни их молодцы так бруно сегодня ты готовишь себе и сейчас выберем какого-нибудь еще счастливчика так марка роман ну и павла поезд по влади сюда я чувствую себя плохо нужно отлеживаться в кровати подожди покушай так-то лучше павла теперь ешь ты принципе еще на одну такую хорошую порцию у нас еды есть не умрем с голода теперь бы неплохо рожиться оружием честно говоря на рынок я больше не хочу идти я бы я бы скорее подождала франка мне теперь франка уже кажется не таким уж плохим выбором или попробовать сходить в церковь поторговать может быть святому отцу религия не позволит нас обдирать а может быть и позволит я пока еще не решила надо будет взглянуть на карту и даже в гаражик мы не можем пойти у нас пока нету никаких медикаментов нужных надо что-то придумать и поскорее возможно стоит куда-нибудь еще вломиться с топором у нас есть да топор у нас есть и попробовать что-нибудь где-нибудь разобрать как давно мы не варили самогон я уже скучаю по тем временам самогонщик самогонушка сейчас будем что-то придумывать так бруно спит в кровати кто нас еще тут ранен павла спит в кровати роман охраняет марка пойдет добывать церковь или гостиница вооруженные бандиты давайте сначала в церковь сходим возьмем с собой топор вдруг там можно что-то разобрать по моему там за церковью кстати был большой дом можно попробовать там что-то найти так спирт мы продали печаль и попробуем втюхать дробовик ну как-то так как-то так хотя церковь дробовик может быть это не лучшее сочетание наверно прямо перед святым отцом лучше не разбирать его скамейки попробуем найти что-нибудь что хотя бы похоже на ничейный предмет так сколько ты мне дашь материалов так не пойдет давай больше подожди пока тогда не будем торговать да я правильно помнила тут есть дом вот это можно разобрать нет услышать скорее всего дать пока не будем пока не будем вот дом он точно ничейный я помню что мы отсюда забирали вещи и никто не возмущался надеюсь что так будет и дальше конечно так мы найдем только доски но доски это тоже неплохо принципе тут возможно еще что-то осталось а что мы не брали и можно будет забрать это сейчас так марка немножко быстрее двигайся пожалуйста да 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 целая куча возможно в ней что-то хорошее будет а эту кучу нельзя осматривать засада как все таки приятно ничейное собирать а никаких проблем с моральным состоянием никто за тобой не бегает не кричит чертова живность крысы что ли не приходится думать сколько там кому нужно оставить чтобы они не загнулись от голода и холода красота еще бы можно было так находить медикаменты и более ценные припасы вообще было бы здорово так кровати железная еще какой-то мусор разбираем так что тут у нас еще доски так топлива мне кажется что мы хотя нет топлива много не бывает еще немного досок окей давайте проверим если на верхнем этаже еще что разобрать не знаешь как добраться а через улицу наверно пошли на улицу просто на всякий случай знать если еще вернется например зима так напильник а тут много всего интересного я хочу сказать а у нас как раз нету вот этой оружейной штуки может быть у батюшки есть но оружейная штука я не помню как это точно называется но которая выглядит как разобранный пистолет и мы последние пять штук таких материалов потратили на топор да тут даже можно две ножовки брать с собой наверное так святое тис подождите не прячьтесь от меня так у вас есть что мне да есть но по моему этого все равно не хватит на на ножовку хотя давайте попробуем хуже не будет слушай а я тебе дам доску доску и топливо ладно сколько тебе нужно ну святой отец ну что вы такой жадный давайте тогда ему а нет он же все равно очень плохо берет оружие а за оружие очень щедро хм а я у него и ничего больше не смогу выменять потому что у меня тупо нету места можно попробовать сделать вот так и материалов набрать и даже еще материалов так не пойдет давай больше я даже не знаю это выгодно или нет вообще выглядит как очень невыгодно ладно давайте наверное уходить и попробуем такие детали выменять у франка я на самом деле к нему всегда с таким недоверием относилась но теперь мне кажется что франка он просто самый щедрый торговец в погорине хотя внешность у него все равно бандитская я просто как бы хочу продать этот дробовик потому что мы оружием почти не пользуемся но с другой стороны тут говорят что криминальная обстановка и вроде как наоборот лучше держать его при себе хотя и эта ночь прошла спокойно но может быть как раз потому что у нас все нормально с вооружением честно говоря не очень хочу проверять так делаем фильтры болен приходит в себя слегка болен, легко ранен так это ты когда успел я уж не знаю заболеть или пораниться я не помню по-моему ты был просто легко ранен ох ох онюшки очень голоден и печален подожди печалится ты у нас даже не ранен и не болен и вроде слава богу никому уже давно морду не бил ничего скоро мы все поправим я надеюсь так, Марка включи радио о, мясо есть вот видите, а вы говорите, что каждый день хуже предыдущего так, ближайшие дни будут довольно прохладными один из наших радиослушателей сообщает, что в такой прохладный день нет ничего лучше чашки горячего вина наслаждайтесь этот ваш слушатель насмехается над над нами какое горячее вино буржуй мажор сегодня покушаешь, не переживай так, куда бы тебя приткнуть чем бы тебя занять забери мясо из мышеловки или ее лучше назвать крысоловка, наверное сейчас разбудим Бруно попросим его ага, а у нас нету больше кнельцы можно вложить одно мясо и получить потом два мяса посмотрим подумаем так, Бруно приготовь нам, пожалуйста, немножко покушать нет, это не Франко мне нужен Франко ну, может быть, они будут чем-то полезны так, мне нужна помощь нам самим нужна помощь вы не поверите так, все есть наконец-то много топлива и не нужно сжечь книги это очень приятно нет, Роман, открыть дверь это не слишком сложно не придумывай так здравствуйте это снова мы военные усилили обстрелы нашего района и мы решили, что необходимо укрепить наше импровизированное убежище в подвале у нас есть нужные материалы но нам нужны дополнительные руки может быть, вы могли бы нам помочь? ну, в принципе, можно помочь кого бы покрепче послать очень голоден и печален устал так, похоже, у нас сейчас поест Роман и пойдет помогать потому что я подозреваю, что нам нас отблагодарят именно этими стройматериалами а материалы нам нужны все, Роман, дуй на помощь ты, конечно, военный а не строитель но, думаю, справишься все, пошел так соседи были добры к нам я очень рад, что мы решили помочь им или это были те, которые дали нам овощи ну, ладно все равно хорошо помочь так, Бруно проснулся голоден, болен помогать этим людям было неоправданным риском каждый человек нам дорог Бруно успокойся так, кого мы покормим? похоже, только Марка все остальные более-менее сытые кстати, Бруно, ты болен иди спи дальше и вставай мне не нужно, чтобы тебе стало хуже кстати, как у нас по сахару? оу, у нас много сахара можно попробовать сейчас сделать алкоголь как раз вода доделается так, ну что день заканчивается Роман до сих пор не вернулся но мы сделали одну бутылку алкоголя мы сделали ножовку оказывается, у нас завалялась одна часть оружейных деталей и там только как раз одна и нужна поэтому сейчас я думаю, что мы возьмем ножовку и возьмем топор вернемся в церковь и посмотрим, что там в верхней комнате единственное, что проблема в том, что ну, Павла, наверное, будет охранять Бруно спать в кровати а Марка пойдет добывать очень, конечно, плохо что у нас больные вынуждены таким заниматься давайте ломик на всякий случай вдруг там шкаф закрыт так, мы в церковь идем, да? все правильно но сидеть без дела тоже нельзя надежда на то, что днем придет к нам Франко и мы сможем ему дать бутылку у нас даже слишком много всякой древесины и топлива попробуем у него взять бинты и лекарства но может быть все-таки святой отец не будет против если мы поразбираем у него мебель хотя сначала нужно, конечно затариться в этом доме давай на последний этаж дуй сразу если будет возможность надо им сделать гитару или что-нибудь вроде этого то они уже по описанию все считают, что наше убежище как уютный дом но тем не менее они все ходят опечаленные и это неприятно хорошо, что она еще не ломается если бы была какая-то вероятность, что мы не допиливаем а ножовка уже все то это была бы прямо печаль так, ну чем нас порадует эта комната я уже рада я уже очень-очень рада неплохо но я бы не отказалась еще от бинтов и лекарств так, игрушка дверь заперта будет, да? нет, дверь не заперта отлично ну, значит, лом можно было и не брать так, спирт тоже неплохо ну и начинаем тут все разбирать что можно комната выглядит мягко скажем уже не жилой поэтому не думаю, что кто-то будет против так топливо интересно, а что дороже топливо или доски? хороший вопрос так, и у нас топор уже честно говоря сдыхает давайте пока разберем все что можно заранее или не надо пусть он лучше будет хотя бы какой-нибудь да, наверное не будем разбирать в принципе у нас уже хотя давайте сбегаем к святому отцу может быть он сегодня более щедрый и хотя бы какую-нибудь фитотерапию сможем у него выменить да я тебя не боюсь не переживай ты знаешь, сколько у меня дома стволов ого-го я могла бы на самом деле если бы игра предусматривала возможность ходить несколькими персонажами сразу я могла бы выдать всем по стволу и просто терроризировать наверное окрестности так фитотерапия у тебя есть давай две я много попрошу в обмен да мы уже поняли что ты такой сам себе на уме хочешь игрушку да не шучу я красивая игрушка возьми топливо а бутылку а электроприборы а одну фитотерапию Олег ты какой-то не святой отец я тебе так скажу ты какой-то иди нафиг Олег это в конце концов не антибиотики это таблетки из травок милый мой друг Франко я уже готова писать ему письма и просить вернуться он мне очень нужен я почему-то уверена что у него я как-то это все подешевле смогу купить хотя может быть я слишком хорошо о нем думаю ну надеюсь что я в нем не ошибаюсь так у нас до сих пор ходят бандитас так ну все вроде живы вот бинты не спрашивай меня ого Павла имеет глубокое ранение нужны бинты так слишком много информации я я растерялась так они украли мясо и воду кто-то пытался ограбить нас это была вооруженная банда безжалостных мародеров так ну это наверное потому что у нас только один человек охранял так и Роману дали пузырь Павла глубокое ранение так Павла у меня для тебя сюрприз иди перематывай свои раны хотя бы один будет здоровым так Роман сильно устал ну подожди Роман ты хотя бы не рисковал жизнью сегодня и ты не был болен поэтому надо поработать дружище сделай нам фильтры для воды Бруно Бруно спит болен приходит в себя очень голоден ранен так у нас проблемы с едой начинаются не одно так другое ну дружище придется тебе поготовить немного скоро все будут отдыхать не переживайте раны меня доконают я должен отлежаться иди отлеживайся это хорошее решение так а ты приготовь себе еду и сразу ее поешь у нас даже приманки для крыс кончились главное чтобы пришел франко так поесть подожди сначала поешь на более-менее сытый желудок пойдешь отдыхать да надо надо едой что-то что-то решать все иди ложись так марка голоден опечален сильно устал ничьим со святым отцом отцом мясо. Мясо и мы тебе докинем еще топливо. Нет, он доски любит больше, чем топливо, похоже. Или одинаково, сложно сказать. Вот, отлично. Так, что бы у тебя еще прихватить? Нам нужны еще компоненты. А за компоненты мы тебе дадим... У нас много электроприборов. О, подойдет, отлично. Они, конечно, нам и самим вроде нужны, но, черт, мы давно уже ничего не делаем, поэтому пока их можно отдавать. Уже неплохо. Так, Марка, мне кажется, или мы можем сделать кровать? Потому что кровати нам явно не хватает. Я хочу есть. Потерпи. Да, хватит. И кровать у нас будет стоять, а только крысью, наверное, лучше не ставить. В этой комнате нельзя, а в какой можно? Только в этой как-то далековато. Так, тут нигде нельзя. Рядом с алкоголем лучше не ставить, а то еще будет пользоваться положением. Ну, строй там, что делать. Так, голоден, сильно устал. Подожди, сейчас тебе будет кровать. Он, конечно, не тащится, просто ужасно. Так, секунду, а алкоголь мы, может быть, успеем сделать и еще что-нибудь у него выменить? Что у нас там? Воды не хватает. Но вода скоро будет. Включи пока радио. Марка, чуть-чуть быстрее булками шевели, пожалуйста. У нас не так много времени. Так, классическая музыка, отлично. Так, сидим, курим, бамбук, ждем пока докапает вода. Так, ну что, я скормила Бруно фитотерапию. Сейчас поставим вариться самогон. Марка сделал кровать и сразу на нее лег. Ну, уже все немного лучше выглядит. На самом деле, кто-нибудь есть очень голоден? Нет, все просто голодны. На самом деле, неплохо бы еще их, конечно, покормить, но, черт, это слишком дорого. Пока ждем только бутылку и попробуем ее за что-нибудь продать. Так, ну что, алкоголь почти сделан. Забирай его. И идем торговаться. Я подумала, что если мы вернемся этой ночью в церковь, то можно, в принципе, ему... А у нас топорик, все. Так, нужно срочно кого-то найти, кто сделает топорик. Хотя у нас, по-моему, нет вот этих оружейных штук. Можно, в принципе, было бы продать древесину. ого-го. Ого-го. Но у нас нет этих материалов. Значит, доски не будем продавать. Так, а что он нам даст? Можно ему две бутылки, кстати, накинуть. Вот за это ты мне что дашь? Можно выкупить свой убитый топор? Да, щедрая, согласна. А если топор и полезные штуки? Нет, подожди, мне это сейчас не надо. А, я все у него выкупила, которые были. Так, чтобы у него еще прихватить, но все остальное были слишком дорого. Я же тебя знаю, Франко. Отлично поторговали с топориком. Наверное, его еще и дороже покупаем, чем он был. Так, ну, сахар всегда в цене вроде. Так, не пойдет, давай больше. Ну, вроде нормально. Значит, пойдем сегодня ночью опять дубасить церковь. Как-то так. Единственное, что меня беспокоит, что Роман сильно устал и он не успел выспаться. Сейчас как-то будем придумывать. Так, Марка. Марка немножко пободрее уже, это хорошо. Это очень-очень хорошо. и теперь бы неплохо оставлять уже двоих охранять. Павла и Бруно одинаково, конечно, не очень, мягко говоря, выглядят. Голоден, болен, слегка ранен. Павлан, давай ты попробуешь охранять вместе с Романом. Бруно спит в кровати, Марка добывает в церкви. Приготовить и берем с собой топор, который, конечно, уже не очень, но хотя бы что-то. Поехали. эх, топорик. Топорик, топоричек, долго ты мне служил, но видно, скоро твое время придет, и скорее всего, оно придет этой ночью. тут, честно говоря, в этом подвале меня как-то не впечатляет то, что я вижу. Там, по-моему, просто всякий мусор. Так, так, что тут? Подожди. Что-то мы тут оставили. Ага, досочки. Досочки, это хорошо. В смысле, а, да, тут же через улицу надо заходить. Не пугай меня так, Марка, я уже подумала, что туда кто-то забрался и забаррикадировался. Это было бы печально. Так, сначала собираем все, что можно собрать без топорика, а потом рубим. Ух, без топорика можно много набрать. В принципе, даже сейчас, наверное, можно часть отдать святому отцу, например, доски и топливо. И, может быть, попробовать выторговать у него какой-нибудь бинт. Руби, руби, руби. Так, топорик все еще не сломан, это приятно. И, по-моему, даже в этом доме ничего особо и не осталось больше. Хотя, если спуститься вниз, я не помню, что-то у нас внизу. Чуть быстрее, Марка. Времени немного, что у нас, подвальчики проверим. Так, подвальчики какой-то. Хлам, интересно. А почему-то громко ходишь по подвалу. Ладно, не важно. Так, он со стволом ходит? Нет, он слишком мирно разговаривает для вооруженного. Но все равно надо быть поосторожней. Рубим. У нас, правда, места уже нету. По-моему. Но вдруг там что-нибудь классное будет. Так, ну, ничего особо классного, но одно топливо можем прихватить. Давай пробежим к святому отцу и попробуем попробуем у него что-нибудь торговать. Желательно бинт или... Нет, ну, фитотерапию скорее бинт. Это слишком дорого. Топливо всем и всегда нужно. Купи у меня его. Пожалуйста. Так, фитотерапия есть. Вообще, конечно, он ничего себе у него всякого добра. Так. А ну-ка не привередничай. Сколько тебе нужно досок? Так не пойдет, давай больше. Может, он доски больше ценит, чем топливо? Слушай, я тебе уже просто ничего не могу дать. Вот ты жмотяра. Вот ты жмот проклятый. Мне уже прямо хочется оружие в руки взять. Ну, что это такое? Подавись своим добром. тоже мне священник. Гад ты, а не священник. Ладно, досками и всем остальным, наверное, будем обустраивать наше жилище уже в следующей серии. Надеюсь, что ночь прошла хорошо. А пока что спасибо, что вы были со мной и до встречи. в следующей серии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!